Вместо дороги, ямы и колдобины, так еще совсем недавно, жители верхнего юрта отзывались о главной дороге родного села. Причин такого плачевного состояния трассы на улице Обавяна много, говорят строители, но основное движение грунта. В начале года на этой улице было потрачено уже 12 миллионов рублей. Большая часть улицы выполнена был ямочный ремонт. Однако в процессе проведения работ были замечены еще недочеты, обращались жители. И по поручению главы города вышли сюда опять, чтобы завершить все. Еще дополнительно практически под миллион рублей выделено, чтобы до самой конечной остановки все недочеты, которые были, закрыть. Явное улучшение состояния дорожного покрытия и на улице Джапаридзе. Здесь работы по восстановлению полотна уже практически завершены. Муниципалитет на эти цели выделил 12 миллионов рублей. Со скорой помощью были проблемы. Да даже взять такси не хотели ездить, автобусы рейсовые также отказывались. Маршрут 102, он самый, по-моему, сложный был маршрут. Сейчас с большим удовольствием они ездят. Так что эти вопросы уже решены. В планах городских властей проложить ливневые отводы и нанести разметку на дороге. Вообще за последнее время, говорят в пластунке, жизнь людей меняется прямо на глазах. В селе начали прокладывать газопровод. На эти цели, помимо средств из краевого бюджета, из городской казны направлено более 20 миллионов рублей. В ближайшее время, обещают районные власти, будет полностью восстановлено уличное освещение. А в верхнем юрте накануне состоялось торжественное открытие двух футбольных полей. Здесь ежедневно собираются реально все дети села. Играют здесь, как только пришли со школы и до позднего времени, пока уже мама домой не позовет на ужин. Фактически эти футбольные поля – база новой сельской спортшколы. Запись группы уже началась. Как говорят тренеры, желающих научиться виртуозному владению мячом уже больше, чем позволяют возможности комплекса. Поэтому местным активам принято решение построить рядом еще и третье футбольное поле. Елена Псицына, телекомпания ФКТ.